Я Бекбулатова Мавлиха, превращаю особенных детей в кондитеров. Вот, аккуратненько, ага. Давай-давай-давай, смелее немножко, вот. Для Насти сложно разбить яйцо, потому что у нее немножко ручка парализована, и поэтому она не выпрямляется, ей немножко сложновато. Пока ты будешь взбивать, сахар у нас наставит. У нее нет родителей, у нее воспитывает сестра, она сама никогда ничего не стряпала. Для нее вот миксер, взбивание, вот это все было в первый раз. Я не ожидала, что будет такой результат, он прямо вот восхитительный. Молодец. Я арендую помещение сама, частично продуктами помогают родители и волонтеры, а все остальное это за мой счет. Маш, давай, одевай шапочку, чтобы волосы на мне мешались, резинка должна быть сзади. Эти люди, они по-другому обсуждают, по-другому видят мир. Держишь вот так, прямо держишь, послышишь, это пряничный шарик. Здесь конфеты. Можно спрятать подарок. Например, деньги. Спровоцировал для этой идеи меня мой сын. Ему было три года, и вот когда мы только-только зашли в кабинет, психотерапев сказал, что у вас аутизм. Принять, как, наверное, принять? Я тоже думала, что я приняла. Это сложно все очень. Он же не разговаривал, грубо говоря, до шести лет практически. И чтобы показать, что он хочет пить, есть, или ему нужна какая-то игрушка, он это все рисовал на листочке. Как-то вечером сидим, он нам говорит, я хочу себе свой личный ноутбук. Я хочу на него заработать деньги сам. Мам, я очень люблю вафли. И давай попробуем стряпать вафли. Вот, Али, стряпать. Я стала выкладывать ВКонтакте. Потом пришли журналисты, сделали репортаж из-за ответа, но у него пошли заказы, и тогда вот эта мечта и у вас была. Ты мой золотой. О, как пахнет вкусно. Ой, да, проходи, сейчас будем пить чай. Мурат сейчас больше стряпает пиццу. Он открыл меня с другой стороны. Жизнь слишком короткая, и надо успеть за эту жизнь обучить больше детей, дать им возможности быть самостоятельными. Это минимум того, чего я хочу. А если максимум, хочу, чтобы хотя бы один из них стал великим кондитером.